Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы поговорим о готовом прикладном решении управления торговлей редакции 11.4. Тема будет обеспечение складских потребностей. Если слышимость будет плохая, вы об этом сообщите. Демонстрация пройдет на релизе 11.4.11.63, если это для кого-то имеет значение. Достаточно актуальный релиз. Рассмотрим обеспечение складских потребностей. Они могут возникать при работе с документами заказа. Это четыре вида документа. Это четыре вида документа. Заказ клиента, заказ на сборку, заказ на перемещение, заказ на внутреннее потребление. Эти документы формируют складские потребности в номенклатуре. Если в этих документах присутствует новенклатура, у которой установлен соответствующий статус, то формируется потребность в ней. Откроем, например, из списка заказа клиентов. Ну, любой заказ. Вот. И здесь на закладке товары мы видим статус товаров. Он может принимать различные варианты. Но если, например, установлен вариант обеспечить обособленно или к обеспечению, как здесь, то это означает, что возникла потребность в данном товаре, в данной номенклатуре. Прежде всего, следует проверить заполнение графиков на текущий год. Это можно сделать через настройки. Открываем графики работы. Если мы видим здесь несколько графиков, если график отмечен красным цветом, то это означает, что он не актуален. Нам понадобится, если график отмечен черным цветом, это значит, что он актуализирован. Нам понадобится два графика. Я сейчас актуализирую. Здесь видно, что производственный календарь по конец 2017 года. Нам нужно как минимум по конец текущего года заполнить. Заполняем, записываем, закрываем. Также возьмем рабочий календарь пятидневка. Тоже заполняем до конца текущего года. Результат заполнения можно сразу же посмотреть. Записываем, закрываем. Вот они стали черного цвета. То есть они теперь уже актуальны. Эти графики, для чего они нужны? Они используются на складах, когда у нас рассчитываются параметры обеспечения. Там присутствуют такие элементы, как дата поступления, дата отгрузки. И эти реквизиты рассчитываются как раз по графикам работы. Вот. В программе предусмотрительно созданы два склада. Вообще мы будем работать по следующей схеме. Значит, у нас есть основной склад, так называемый распределительный центр. С него товар поступает в розничный магазин мебель. То есть схема здесь довольно упрощенная. Но в целом можно сказать, что сборка-закупка происходит на основном складе. А в магазине перемещение между складами происходит. И продажа уже с розничной точки. Это с магазина Мир мебели. Он будет у нас называться в базе. Они предусмотрительно созданы. Значит, в структуре предприятия соответствующие разделы также созданы. Откроем основной склад. Здесь задается, как правило, вот здесь видно, что задана одноименная структура подразделения, основной склад. Ну, указан ответственный директор. И здесь мы выберем график работы, как раз тот, который мы заполнили сейчас. Выбираем рабочий календарь пятидневка, потому что по нему будет рассчитываться как раз потребность, сроки отгрузки, сроки поставки. Записываем, закрываем, переходим в розничный склад, магазин Мир мебели. Здесь тоже самое, ну, ответственный директор указан. Тоже указываем график работы. Записываем, закрываем. Также в базе созданы уже виды номенклатуры. Это мы будем передавать мебель для демонстрации сборки товара. Существует всего три способа обеспечения. Это закупка товара, перемещение товара и сборка товара. То есть для демонстрации сборки мы будем использовать вид номенклатуры мебель. Для демонстрации простой закупки тоже мебель. Закупки просто обычные, это серверы СОБД будем использовать. Теперь обязательно нужно установить настройки, отвечающие за функциональность по обеспечению потребностей. Здесь в демонстрационной базе они уже установлены. Это раздел склад и доставка. По крайней мере, как минимум, их нужно проверить. Они находятся в разделе как раз обеспечения потребностей. Мы также поставим флажок обособленное обеспечение заказов. О нем речь пойдет позднее, о данном способе. И поставим обеспечение потребностей. Если поставить упрощенное, то мы будем иметь дело только с закупкой товара. При варианте расширенной еще возможно перемещение товара и сборка товара. Поэтому оставим вариант расширенная, убедимся, что настройки установлены и можем закрывать этот раздел. Значит, в номенклатуре, вообще говоря, вот еще раз вернемся в вид номенклатуры, и здесь на закладке значения по умолчанию есть такой реквизит, как схема обеспечения. Этот реквизит сейчас не заполнен, поскольку схема обеспечения еще не создана. Мы проставили только ставку НДС, единицу хранения. Поэтому начнем как раз с заполнения, с создания схемы обеспечения. Чтобы создать схему обеспечения, нам нужно создать также способ обеспечения потребностей. Он находится в разделе «Сплаты доставка», «Настройки и справочники». Вот здесь способы обеспечения потребностей. Создаем новый способ. То есть вот здесь видно как раз, что есть три вида обеспечения. Это покупка, перемещение, сборка. Для первого способа у нас будет покупка. И начинаем создавать элемент. Назовем его семантически «Закупка сервера СУБД». Поставим подчеркивание для того, чтобы отличить наши данные от демонстрационных. Тип обеспечения выставлен покупка. Значит, будет взаимодействие с одним поставщиком. Это у нас будет база мебель. Задаем срок покупки. Пусть будет это один день. Выбираем вариант «Заказ при достижении точки заказа». Заказ по графику пока не рассматриваем. То есть точка заказа – это дата, не позднее которой должен быть сформирован заказ. Обеспечиваемый период ставим 15 дней. Ну, гарантированный срок отгрузки пусть будет два дня. И поскольку у нас графики работы уже заполнены, мы видим, что у нас рассчитались чуть ниже дата формирования заказа поставщику относительно сегодняшней, дата поступления по заказу, дата обгрузки заказов к обеспечению. Так, теперь, значит, идем дальше. На закладке «Оформление заказов» указываем организацию. Ну, берем из демонстрационных данных торговый дом комплексный. Подразделение у нас уже заведено, это будет основной склад. Соглашение также уже есть. Поставка мебели. База мебель также в цены ставим. Записываем, закрываем. Один способ обеспечения создан. Он у нас, тип у него покупка. Да, именно покупка он называется. Ну, чтобы не переключаться несколько раз между окнами, давайте здесь же, поскольку мы не вышли еще отсюда, создадим сразу два других способа обеспечения. И назовем их также по смыслу. Второй тип обеспечения – это у нас перемещение с основного склада, так его и назовем. Распределительный центр как раз у нас будет в самый основной склад. Срок перемещения – один день. Оставляем заказ при достижении точки заказа, обеспечиваем период, ставим 7 дней. Гарантированный срок отгрузки оставляем один день. И здесь оформление заказов, торговый дом комплексный, подразделение, одноименный основной склад. Длительность перемещения – один день. Все, перемещение создано. Создаем третий тип. Это сборка будет уже, назовем ее как раз, очень понятно, сборка мебели. И дальше все стандартно. Срок сборки – один день, пусть будет. Обеспечен период и также 7 дней. Гарантированный срок отгрузки – один день. Оформление заказов. Организация та же. Подразделение здесь остается таким же, основной склад. Длительность сборки – один день. Записываем, закрываем. Вот созданы три типа обеспечения, три способа обеспечения товара. Теперь переходим к схемам обеспечения. Ну, придется создать схему обеспечения. Она нам понадобится в виде номенклатуры. Нажимаем, значит, называем его также, значит, закупка сервера с УБД. Раскрываем наши склады, значит, что представляет собой схема обеспечения. Это, собственно, вариант, при котором мы указываем для каждого склада, какой способ обеспечения действует. То есть мы можем как задать способ обеспечения для склада, так и не задавать. Нас интересуют два склада, это основной склад. Как раз позиционируем сейчас курсор на основном складе и нажимаем заполнить способ обеспечения. Записываем объект, снимаем фильтр. Ну, здесь все понятно. То есть выбираем как раз закупка сервера с УБД. Все записалось, и выбираем теперь другой склад, розничный склад. Также нажимаем заполнить способ обеспечения. Уже выбираем перемещение с основного склада. Никак иначе, согласно схеме как раз. Записываем, закрываем. Одна схема, таким образом, одна схема обеспечения у нас создана. Создаем, нам понадобится вторая схема обеспечения. Это как раз сборка. Называем ее сборка собственной мебели. Раскрываем склады. Здесь, значит, на складе мир мебели установим способ. Это перемещение с основного склада. А на самом основном складе будет как раз происходить сборка. Вот устанавливаем. Все. В общем, здесь уже все записано, сформировано. Указали. Записываем, закрываем. Две схемы обеспечения у нас есть. Теперь нам нужно эти схемы обеспечения привязать к виду номенклатуры. Выбираем вид номенклатуры сервера СУБД. На закладке значений по умолчанию выбираем как раз для нее... Тут уже ошибиться трудно. Здесь по смыслу ясно, что это будет закупка сервера СУБД. Записываем, закрываем. Для склада мебели также выбираем уже, естественно, сборка собственной мебели. Записываем, закрываем. Поскольку мы указали схему обеспечения для видов номенклатуры, то при создании новой номенклатуры в ней уже как раз схема обеспечения будет заполняться так же, как в видов номенклатуры. Будет такой же. Значит, зададим... Нам сейчас понадобится... Ну, достаточно будет одной номенклатурной позиции. Назовем ее просто и понятно. Лицензия СУБД Microsoft SQL. Записываем, закрываем. Для вида номенклатуры мебель нам понадобится побольше номенклатурных позиций. Создадим следующие номенклатурные позиции. Ну, пусть... Значит, собираемая номенклатура это будет кухня. Кухня стильная, назовем ее. Она будет состоять из... Для упрощения из двух элементов. Это будет шкаф-купе и столешница. Вот, а поскольку у нас кухня стильная, это необычная номенклатура, это собираемая номенклатура, поэтому указываем варианты комплектации. Для упрощения создадим один вариант. Назовем его по-простому, вариант комплектации. Вот. Номер один. И как раз укажем, из каких позиций он будет состоять. Выбираем из вида номенклатуры мебель. Это будет шкаф-купе. Три единицы. И столешница. Одна столешница может быть у кухни. Вот. И записываем, закрываем. Вот. Обратим внимание, что если мы зайдем, например, в любую номенклатуру, но в ту же кухню, например, то увидим, что схема обеспечения уже проставлена, поскольку она создавалась на основе вида номенклатуры сервера СУБД, для которой эта схема обеспечения проставлена. На этом настроечная часть завершена. Теперь начинаются действия с документами. Создадим заказ клиента. Клиент, пусть у нас будет, он уже есть в демонстрационной базе Альтаир. Соглашение для него уже есть, заведено. Организация остается в торговый дом комплексный. Склад мы указываем розничный магазин Мир мебели. Статус у нас документа к выполнению. Задаем товары. То есть данный заказ, он как раз обеспечивает потребность в товаре. Вот этот товар мы, то есть это наш заказ, который желает видеть заказчик. Выбираем кухню стильная, там вот заказано было 5 единиц. Цена у нас, виды цен здесь не задаем для упрощения, поэтому выбираем произвольный вид цены, ставим цену 100 тысяч. И также выбираем товар лицензии с УБД MS SQL. Пусть это будет 3 единицы товара, тоже цена произвольная, по цене 70 тысяч. Дополнительно здесь немножко спрятано подразделение, но оно на закладке дополнительно находится, здесь также задаем мир мебели магазина. И значит, проводим документ. Документ провелся. и теперь обратите внимание, что у нас статус товаров, оба товара находятся в статусе к обеспечению. Это что означает, что если мы сейчас на основании заказа клиента будем создавать реализацию товаров и услуг, то у нас возникнет ошибка, что нет товаров, доступных для отгрузки. поскольку у нас потребность создана, а товара на складе скорее всего нет. Как это узнать? Для этого мы должны выделить обе позиции, выбираем вот самый главный элемент, который мы рассматриваем сегодня вообще во всем вебинаре. Обеспечение, заполнить обеспечение. здесь вот мы видим, что есть различные способы обеспечения, их всего шесть. Не выбрать никакую позицию мы не можем, это приведет к ошибке. Вообще, значит, существует, мы будем выбирать, значит, отгрузить, нам понадобится. Если у нас, то есть, это что означает? Если товар есть на складе, то он сразу перейдет в статус к отгрузке установится у товара и к обеспечению это в случае, если товара нет на складе. Вот всего здесь создана вот такая схема несложная. Всего существует, значит, еще какая особенность есть? Например, мы не можем выбрать одновременно позиции отгрузить и резервировать на складе. У нас либо эта позиция выбирать, либо эта. Тоже касается трех последних пунктов, то есть, мы не можем выбрать одновременно обеспечивать, к обеспечению все выбирается что-то одно. И если проанализировать, то как раз получается следующая схема. То есть, первые, то есть, получается три блока. В первом блоке мы можем выбрать одну или вторую позицию, во втором блоке одну, и в третьем блоке мы можем выбрать три элемента, но строго какой-то один из них. То есть, при этом блоки можно выбирать независимо друг от друга. Мне удалось насчитать всего 26 вариантов обеспечения, в том числе, напомню, скажу, что каждый элемент можно выбрать вообще поодиночке, но так делать не рекомендуется, поскольку это лишено смысла. Ошибки, конечно, будут предупреждения, но смысла большого в этом нет. То есть, здесь нужно выбирать именно по смыслу, то есть, что мы делаем с товаром. Как правило, поэтому выбираются вот какие-то две позиции, но всего еще раз подчеркну, возможно, два варианта обеспечения. Вот логическая схема, она здесь это отображает. В нашем случае нам нужно будет как раз две позиции. Это отгрузить, когда товар есть на складе и к обеспечению, если его нет. Нажимаем заполнить, статус товаров не изменился, это означает, что данных товаров на складе нет. Это и неудивительно, поскольку они были только что нами заведены. Вот еще значит здесь еще что происходит. Если мы меняем вот варианты, то есть выбираем флажки, здесь есть такой комментарий, как раз поясняющий, что в этом случае будет происходить. То есть любое изменение включения флажка или снятия приводит к изменению варианта заполнения. Ну оставляем в нашем случае два наших варианта, убеждаемся, что товара нет на складе. Теперь создадим такую гипотетическую ситуацию. Предположим, что у нас все-таки один товар есть. Сейчас придется сделать действие, поскольку товар не был заведен заранее, он был заведен при демонстрации, мы сделаем как раз такую вещь, как добавим вот этот товар в количестве одной единицы на этот же склад мир мебели. То есть образуем ситуацию как будто так, что товар, один товар у нас появится на складе. Что же в этом случае произойдет? Для этого нам нужно сейчас такое отвлекающее действие, это сейчас этим действием мы просто добавляем товар на склад. То есть делаем так, что у нас одна единица товара есть, создаем приобретение товаров, услуг с видом закупки у поставщика. Поставщиком будет являться логично, чтобы это была база мебель. Склад, конечно же, указыван наш, а не какой-нибудь другом. Розничные склады. В товары добавляем кухню, один комплект. Цену оставим тоже самым. Подразделение здесь не очень удобно указываться, но оно пока здесь расположено. Проводим документ. То есть таким образом у нас сейчас на складе появилась одна позиция кухни стильной. К чему это приводит? Значит, если мы повторно выделим товары и нажимаем снова заполнение к обеспечению, то видим как раз то, о чем я сейчас говорил. То есть к обеспечению, то есть поскольку одна единица товара уже есть на складе, она принимает, у нее статус отгрузить становится. А четырех позиций по-прежнему не хватает, у них остается статус к обеспечению. Вот. Еще, значит, это можно проверить, еще есть такой пункт, как состояние обеспечения заказов. Вот как раз выбираем наш склад и сформировываем, что происходит с заказами. видим, что у нас серым фоном как раз отмечается тот случай, когда заказа нет на складе, то есть его нужно обеспечить. Теперь, значит, для склада магазин мир мебели складская потребность обеспечится за счет перемещения. Поэтому нам потребуется сейчас рабочее место, формирование, да, конечно же, проведем документ и еще раз я еще раз открою состояние обеспечения, сформируем и обратите внимание, вот серый фон здесь именно видите, здесь уже не 5, как мы заказывали единиц товара, а 4, то есть нам одна единица у нас уже есть, 4 нам не достает, то есть все логично, серый фон, то есть именно здесь отображается то, чего не хватает, а не то, что есть в заказе. В заказе 5 позиций, одна уже обеспечена, поэтому здесь все логично, 4 позиции осталось обеспечить, 3 позиции по другому товару. теперь главное рабочее место это формирование заказов по потребностям, она представляет собой не что иное, как обработку, такую мощную обработку, которую формирует три вида документов, это заказ на перемещение, закупка товара и сборка, заказ на сборку. В данном случае нас интересует склад мир мебели, это наша розничная точка, мы указываем его, нажимаем кнопку далее и видно сразу, что способ обеспечения его будет перемещение с основного склада. Нажимаем далее. Видим заказ клиента сформировавшей потребность, то есть здесь все уже указано, все проставлено, потому что все было как сделано, так и проставляется, то есть четыре позиции первого товара, три позиции второго товара заказу. Нажимаем далее. Вот сформировался документ заказ на перемещение, он уже проведен, открываем этот заказ, статус у него сейчас к обеспечению, видим, что склад отправитель основной склад, а склад получателя это магазин мертвей, то есть все согласно схеме. Вот, но теперь смотрите, что сделаем сейчас, мы сделаем еще такую ситуацию, пусть у нас, например, второй товар, то есть лицензия с УБД, в количестве двух штук уже будет присутствовать на основном складе, создадим такую ситуацию, идем закупки, документы закупки, создаем закупку поставщика, поставщиком уже будет, пусть, ну, посематично это будет, конечно же, программное течение 1С-софт, склад будет у нас основным, потому что там именно образуемый этот товар, здесь указываем лицензия с УБД в количестве двух штук, цену для, не будем менять цену, она остается везде одной и той же, в разделении указан также основной склад, проводим документ, таким образом у нас сейчас на складе основной согласно этой схеме вот здесь появляется 2 единицы товара лицензия с УБД, то есть он уже здесь есть и к чему это приводит, это приводит к тому, что вот сейчас у нас оба товара в статусе к обеспечению, но чтобы не делать излишнее складское обеспечение, мы должны повторно выделить два товара уже это уже не заказ клиента, это заказ на перемещение, также нажимаем заполнить обеспечение, те же статусы ставим, проверяем если, то есть по сути, если он на складе и видим, что оказывается 2 единицы товара уже есть на основном складе, они тут устанавливаются в статус отгрузить, одной единицы не хватает товара и 4 единиц в кухне также не хватает потому, что их как ни было, так и нет. Значит, обратите внимание, что если зайти в карточку товара, например, тот, который мы сейчас пополнили на основном складе, это делается через карточку товара, отчеты, остатки, доступность, мы видим, что как раз вот на основном складе здесь есть 2 единицы товара, они в наличии, они доступны, на самом деле вот эта таблица, она представляет собой кросс-таблицу, то есть в зависимости от проведенности документа здесь меняется также графа ожидается, колонка ожидается, она меняется в зависимости от проведенности или не проведенности того или иного документа, то есть строчки магазина Мир Мебели может и не быть, если мы не передаем этот товар, то есть вот именно этим и характеризуется кросс-таблица. Всегда можно проверить, при любых операциях можно зайти в карточку товара и посмотреть, что с ним происходит. Теперь проведем документ, он у нас сейчас не проведен, нам достаточно провести его со статусом к обеспечению, потому что мы непосредственно сейчас перемещением не занимаемся. Вот, возвращаемся в отборы, здесь довольно удобно, есть кнопка продолжить с другими отборами, создаем второй отбор, который нам понадобится, это склад выбираем уже основной. Нажимаем «Дай». Так, прекрасно. Так, и обратите, вот как, вот что здесь, как, что интересно вот здесь. Здесь сразу одним действием, то есть одним кликом мы создаем два вида обеспечения, это и закупка и сборка, то есть это очень удобно, вот такое возможно. И, то есть, мы одним действием создадим, ну, сразу создадим два вида документа, это заказ на, то есть, закупка и заказ на сборку. Теперь, значит, у нас нажимаем «Далее», способы обеспечения здесь указаны, вот, значит, здесь видно, что именно мы будем перемещать, вот, перемещаем мы оба товара, но, вот, способы обеспечения на одном, на основном складе у них разные, товар, кухня будет за счет сборки обеспечиваться, лицензия будет за счет закупки, нажимаем «Далее», вот, и обратим внимание, что один документ у нас проведен, а второй не проведен, поскольку не заполнена цена, нужно заполнить цену товара, мы, поскольку мы не задавали виды цен, то есть, у нас нет прайс-листа, нам, ну, будем для простоты примера создавать их вручную, в данном случае цену не меняем, она у нас везде будет одинаковая, сумма заполняется, сразу переводим документ в статус подтвержден, вот, и здесь, значит, относительно этого документа, документ заказ на перемещение играет роль распоряжения, распоряжения на оформление, значит, еще здесь есть такой момент, на закладке дополнительно поставим флажок регистрировать цены поставщика автоматически, поскольку в последующем для документа заказ поставщику цены будут поставляться автоматически в этом случае, проводим документ и что собственно делаем, то есть у нас тут, значит, одной единицы товара нам не хватает, соответственно, все готово относительно этого документа для того, чтобы приобрести товар на склад, создаем на основании приобретения товара такой услуг, и здесь уже ничего делать не нужно, здесь все готово, остается его только провести, он поступает на склад. Теперь, значит, идем, проверим теперь состояние обеспечения потребностей, состояние обеспечения заказов. В данном случае указываем уже основной склад, формируем, значит, что тут получается, одна единица товара уже приобретена, она закрашивается зеленым фоном, это значит, товар есть на складе. Кухни по-прежнему нет, поскольку мы ее не собрали, то есть ее просто она не собрана, скажем так, и начнем еще с того, что нет комплектующих к ней. Вот как раз значит здесь нужно будет нам добавить еще комплектующие. Возвращаемся, можем вернуться к заказу на перемещение, чтобы посмотреть его статус. Сейчас у нас уже достаточно много окон, но некоторые из них нам будут нужны, поэтому мы не закрываем их. Снова проверяем, заполняем статус. Видите, что происходит? Вот сейчас у нас полностью есть товар лицензии с УБД. Строчки, ну, так уж пока сделано, что строчки не складываются. Хорошо бы они сложились, стало бы три, но так программа реализована, что здесь эти две строчки остаются. То есть три единицы товара лицензии с УБД у нас есть на основном складе. То есть можно, этот товар готов к перемещению, но нет кухни стильной. Вот, чтобы он также принял статус к отгрузке, мы должны будем добавить, еще раз, делаем уже третий закуп, создаем документ закупки, приобретение товаров, услуг, приобретем комплектующий для нашей кухни. поставщик логично, что это будет база мебель, склад, не забываем, что он у нас в данном случае не магазин мир мебели, а склад основной, потому что на нем мы будем собирать кухню. Дополнительно соответственно подразделение одноименное ставим, товары, комплектующие следующие, они нам уже известны, вначале я не говорил, это вид мебели, мебель, шкаф-купе, но поскольку у нас 4 единицы товара, то мы зададим данные комплектующие присутствуют в товаре в количестве трех, то естественно мы, зная это, зададим не 4 шкафа-купе, а 12, потому что в каждой кухне состоит из трех шкафов-купе в нашем случае. Цену для них, ну, цену зададим, пусть это там 10 тысяч будет, и столешница, она здесь все просто, она по одной штуке присутствует в каждой кухне, поэтому здесь 4 комплекта, 4 столешницы, цена там 3000 рублей. Все заполнили, провести и закрыть, и вот эти элементы поступили на основной склад, то есть мы можем осуществлять сейчас сборку, собственно говоря, можно перейти, вот, у нас заказу на сборку можно выйти через склад и доставку сразу, заказы на сборку, а можно через обработку, формирование потребностей по заказу, формирование, заказов по потребностям, вот, мы перешли, неважно, но мы уже попали в заказную сборку, теперь комплектующие у нас есть, наша задача здесь та же самая схема, то есть мы переводим их, одновременно ставят два флажка, мы проверяем наличие на данном складе видим, что они есть, поскольку они перевелись в статус отгрузить, все, то есть переводим, так, а меня слышно сейчас? Сейчас, секунду, секунду, сейчас слышимость есть, слышно то, что я говорю? Просто так, проверяем, сейчас меня слышно? я говорю, слышимость хорошая? так, так, мне здесь так, ошибочно, то есть меня, так, секунду, меня оказывается слышно, просто мне написали, что слышимости нет, еще раз проверим слышимость, все нормально со звуком, так, значит, заказ на сборку, у нас все готово к сборке товара, то есть есть комплектующие, переводим документ в статус к выполнению, проводим документ, этого недостаточно, поскольку нужно создать на основании саму сборку, значит, все, все здесь уже есть, все готово, но статус нужно перевести в собранный разобранный, тогда только будет все сделано. Все, собрали комплект кухни и теперь возвращаемся к заказу на перемещение, выделяем элементы, заполняем обеспечение и видим, что все товары готовы к перемещению, то есть на основном складе у нас есть три, как и было, три товара лицензии с УБД, как и заказывалось, и четыре товара кухни, поскольку один товар, пятый по счету, он уже есть на розничном складе магазин Мир Мебели, то есть осталось только переместить. Кстати, посмотрим теперь снова состояние обеспечения товаров, сформируем его для основного склада, видим, что у нас вот обе позиции лишние, значит, лишние какие-то моменты ушли, то есть нам теперь уже исчез заказ на сборку, потому что документ уже собран. Зеленый фон означает, что как раз товар есть, все проверяем единицы, одна лицензия, все правильно и четыре кухни, то есть одна лицензия присутствует на складе основном и четыре позиции кухни присутствуют на складе основном. Теперь открываем заказ на перемещение, статус уже можем ставить к выполнению, проводим документ заказ и еще скажу, что из состояния обеспечения заказы пропадают по мере обеспечения их на складе. Создаем на основании само перемещение товара, статус естественно ставим принято, проводим и закрываем, то есть перемещение состоялось. вот и теперь возвращаемся к заказу клиента. Вот он наш заказ клиента. Помните, вот смотрите, помните, вот почему нас сейчас нужно отгрузить к обеспечению, потому что у нас не было данных товаров на розничном складе магазинной мебели. Сейчас они должны здесь быть, то есть они уже перемещены, проверим это, выделим все товары, нажимаем обеспечение, запомните обеспечение, статуса не меняем, хотя можем сразу поставить отгрузить, тем не менее, флажок обеспечения ничего не нарушает, если товар есть на складе, он примет значение отгрузить. Так и происходит. То есть все, заказ клиента создан, статус к выполнению, как и полагается, проводим документ, собственно, ну, по сути, пример уже сделан, то есть остается сделать только реализация товаров и услуг, давайте его сделаем, вот, здесь статусов никаких нет, товар в наличии, проводим документ. Можем, значит, сейчас можем проверить еще раз состояние обеспечения заказа, давайте видим, что на основном складе все ушло с основного склада, то есть там весь товар ушел, поскольку мы заказывали столько, сколько нам нужно было, если бы мы заказывали больше, остался бы еще, остались бы какие-то единства товара, а на розничном складе тоже должно все уйти, да, действительно, все ушло, поскольку товар собран, перемещен с основного склада на розничный, отгружен, создан на основании реализации товаров и услуг, и проведен документ, то есть весь товар ушел заказчику, то есть все, здесь таким образом мы осуществили задумание, теперь давайте рассмотрим, что представляет собой обособленное обеспечение заказов, давайте еще раз откроем наш заказ, заказ клиента, вот в этом примере у нас товары попадали в общий доступный остаток, то есть если бы создавался другой заказ, который мог перехватить наши товары, то у нас образовала бы недостача, то есть мы пополняли так называемые общие заказы, и поэтому чтобы этого предположим, нам нужно вот, мы хотим заказать товар, но чтобы он был под нас зарезервирован или забронирован, давайте это покажем на примере, как это делается, для этого, чтобы не путать все с предыдущим примером, давайте создадим другую номенклатуру, вот, в виде номенклатуры сервиса СБД, ну, давайте назовем ее лицензия уже теперь IBM Database 2, другого сервера управления базами данных, он тоже, у него схема обеспечения будет проверен, схема обеспечения, у него закупка сервера СБД, все как полагается, и напомню, что ранее мы включали настройку обособленное обеспечение заказа, для этого случая мы ее и включали, создаем новый заказ клиента, клиент у нас будет тем же самым, организация все прочее остается таким же, но будем работать, ну, основного склада нам достаточно для демонстрации этого примера, нам понадобился товар, вот лицензия IBM, количество 2, цена 18000, вот, и обратите внимание, вот сейчас статус обеспечения, то есть мы, у нас скажем так, создана, но документ еще не проведен, прежде чем его провести, проверяем, есть ли у нас товар на складе, естественно, его нет, поскольку номенклатуру мы только что завели, и как раз мы делаем те действия, чтобы он у нас появился, то здесь речь идет о простой закупке, поскольку идет демонстрация об особенном обеспечении заказов, здесь мы будем работать только с закупкой, но самое главное, значит, здесь уже мы будем ставить обеспечивать обособленно, то есть мы тем самым даем директиву программе, чтобы если она будет, если товар будет закупаться, то есть чтобы он предназначался именно для этого заказа, поэтому вот именно вот этот флажок создает эту директиву, то есть естественно две разных ситуации заполняем и вот здесь прописывается как раз каким образом нужно обеспечить его на этом складе обособленно под наш заказ проводим документ а соглашение у нас не заполнили, заполняем соглашение проводим документ а значит повторно задаем цену вот после того как мы провели документ у нас создана потребность в этом товаре программа уже знает что данный товар нужен теперь эту потребность надо обеспечить идем уже знакомое нам рабочее место формирования заказов по потребностям продолжаем с новым отбором склад будет тем же основной склад нажимаем далее вот тип способа обеспечения сразу указывается далее для какого документа для заказа клиента какая номенклатура лицензии объем в количестве двух штук заказу далее заказ поставщику опять не проведен поскольку у нас цены не у нас нет прайс-листа и виды цен мы не задавали поэтому открываем заказ поставщику создаем расставляем цену дополнительно здесь да уже все указано но единственное что регистрирует цены поставщика автоматически чтобы в дальнейшем при создании заказа поставщику для этого поставщика с этой номенклатурой цена подставлялась автоматически переходим закладку товары и вот обратите внимание что в данном случае у нас в колонке назначения появилась появился наш заказ давайте посмотрим заказ поставщику который мы создавали ранее что было в том случае обратите внимание здесь поскольку у нас не было обособления колонка назначения оставалась пустой вот здесь видна разница в нашем случае колонка назначения указывает как раз для чего предназначен товар для какого заказа заказ указывается здесь в случае обособления статус документа переводим в подтвержден проводим документ ну и создаем на основании приобретения товаров и услуг и тут тоже обратите внимание назначение указано указан наш заказ проводим документ и теперь проверим доступность нашего товара на этом складе остатки доступность формируем вот действительно видим что образовалось но обратите внимание товар уже находится в резерве то есть его другой заказ перехватить не может то есть он обособлен под наш заказ предназначен для нашего закона вот значит теперь переходим в заказ клиента очень много окон образовалось вот и заполняем обеспечение и видим что статус товара поменялся значит обеспечить обособленно на отгрузить обособленно то есть товар образовался на складе но и последнее что хочу сказать значит я специально сейчас не провожу документ чтобы статус товара не поменялся с резервного на отгружается допустим поменялись условия предположим изменилась ситуация у заказчика ему нужно он говорит нет мне мне не нужен этот товар там в количестве двух штук а мне нужна одна единица товара каким образом снять товар который уже зарезервирован ведь его просто так не отменишь не проведешь то есть отмену проведения не сделаешь он в состоянии зарезервирован поскольку его нет на складе для этого существует как раз корректировка назначения товара мы создаем вид именно снятие резерва заполняем нашу организацию выбираем именно наш заказ так во время давайте поймем какой из двух заказов ну вот тот который создан позднее и нажимаем запомните обособленными остатками появляется окно снятия снятия резерва и здесь как раз мы можем задать то количество допустим это может быть и две единицы ну в данном случае давайте зададим одну изменил ситуацию переносим документ вот нам нужно снять с резерва один товар и оставить зарезервирован один товар проводим документ и теперь карточки номенклатуры мы можем проверить что происходит с остатками на складе и вот мы видим что действительно в резерве остался один товар а доступное то есть свободных остатков остался один товар вот собственно на этом можно сказать что все ну дальше все стандартно то есть если нам нужно все-таки два товара оставить то мы бы провели заказ клиента и создали на основе него реализацию здесь уже все просто вот ну можно еще что сделать например отменим проведение документа так еще раз проверим статус нашего товара остатки доступности да в резерве две единицы ну и соответственно давайте сделаем завершающие действия проведем наш заказ клиента статус выполнения все как и полагается ну и создадим на основании реализации товаров и услуг вот две единицы товара наш товар проводим документ все обособлено товар отгружен заказчику вот на этом рассказ о обеспечении складских потребностей завершен мы рассмотрели обеспечение складских потребностей обособлено обеспечение заказа и корректировку назначения то есть случай если изменилась ситуация как отменить снять товар с резерва если есть вопросы вы можете их задать слушаю ваш вопрос так вопросов нет подождать вопросов или сразу завершить давайте подождем может появится вопрос но во всяком случае слайд-шоу вебинара есть и по нему можно будет видеть краткий конспект вебинара также я думаю вебинар записывается и всегда можно посмотреть записи и остановиться на том моменте который непонятен также это можно проделать и на собственной базе демонстрационно все эти действия по записи можно восстановить последствия но тогда вебинар наверное всем спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok